В Сургуте появится филиал футбольной академии клуба «Зенит». Соглашение о сотрудничестве подписали накануне руководитель Питерского легиона и директор компании «Газпром Трансгаз Сургут». Уже этой осенью подающие надежды мальчишки отправятся на первые сборы в северную столицу, где с ними будут заниматься именитые футболисты с берегов Невы и тренеры клуба. Добавлю, что сейчас в футбол играет 3,5 тысячи сургутских детей. Теперь, очевидно, желающих станет больше. В рамках соглашения в городе обещают построить спортивный манеж для футболистов, оборудовать его всем необходимым и обучить преподавателей. Как только это произойдет, город станет еще одной площадкой для домашних матчей, сборов юниоров и мастер-классов. Обещают, что секретами владения мячом сургутянами будут делиться и мировые легенды футбола. Предполагается, первое – это обучение специалистов. Второе – это проведение мастер-классов путем приезда ведущих тренеров и известных действующих футболистов. И футболистов, которые уже закончили, допустим, Аршавин. Самые талантливые дети будут уже под контролем «Зенита». И если повезет, там около 35 человек каждый год они набирают. Это самые лучшие дети в нашей стране, которые уже остаются и занимаются в футбольной академии. Югорские волейболисты завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. В Белореченске завершился финальный этап «Спартакьяды молодежи». Накануне прошли финальные поединки в турнире по волейболу. Наша молодежка уступила в полуфинале сверстникам из Москвы и в итоге боролась за бронзовые медали. Там соперником нашей команды была дружина из Краснодарского края. Для выявления победителя команды провели пять сетов, где успех был на стороне югорчан 3-2. В итоге наши волейболисты – бронзовые призеры «Спартакьяды». Этот успех стал историческим, так как это первая медаль у наших спортсменов на финальном этапе турнира. Югорчан приглашают стать разработчиками новой стратегии развития региона. В округе планируют обновить документ, рассчитанный до 2030 года. Подготовка пройдет в несколько этапов, включая общественные обсуждения, онлайн-опросы, очные и заочные рабочные встречи. Для удобства процесс подготовки документа разделят на шесть тематических групп, к работе в которых будут приглашены эксперты, специалисты профильных ведомств, а также представители общественности. До 25 августа у каждого югорчанина есть возможность присоединиться к разработке стратегии развития региона. Для этого нужно на портале «Открытый регион Югра» заполнить электронную заявку на включение в одну или несколько рабочих групп и оставить свои контактные данные для связи. В поселке Мулымья Кандинского района появится новый центр общей врачебной практики. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова посетила муниципалитет с рабочим визитом. Сейчас поликлиника находится в старом здании, его износ близок к 100%, поэтому было принято решение о строительстве быстровозводимого модульного здания. На эти цели выделят 50 миллионов рублей. Объект введут в эксплуатацию уже в следующем году. Отмечу, центр врачебной практики оказывает помощь не только жителям Мулымьи, но и ближайшим селам. В конце года у нас идет уже расторговка и в 22-м году начало строительства. Здание очень ветхое и это очень важно, потому что там у нас лечатся не только с наших действительных поселений, но и с города Урая. Около 4,5 тысяч человек. Медицинская помощь для сельских жителей Югры станет доступнее. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный врач окружного центра профессиональной патологии Николай Ташланов. Теперь качественную медпомощь смогут получать не только жители удаленных и труднодоступных территорий, но и малонаселенных. Чтобы реализовать эти планы, в округе разработали пилотный проект. Уже на следующей неделе в экспериментальную командировку по Ханты-Мансийскому району отправятся действующие мобильные комплексы. На практике медики проверят готовность спецтехники к работе в летних условиях. Отработают логистику, форсирование водных преград, а также взаимодействие с органами местного самоуправления. Полученный опыт учтут при разработке комплексной программы и растиражируют по всей Югре. Это поручение президента, и оно будет исполнено на территориях Ханты-Мансийского автономного округа. Количество населенных пунктов увеличивается практически в 2,5 раза. Другое дело, что количество населения увеличивается всего на 30%. Здесь все понятно, да? Потому что пункты действительно малонаселенные. Материально-техническая составляющая, она вся готова. Персонал также весь, слава богу, здоров на месте. Населенных пунктов график есть. В путь маломобильные лечебно-диагностические комплексы отправятся 26 августа. Они посетят 7 населенных пунктов Ханты-Мансийского района, где в общей сложности проживает больше 2,5 тысяч человек. В состав медбригады включен кардиолог. С помощью УЗИ он сможет оценивать у пациентов состояние сосудов, которые обеспечивают кровоснажение головного мозга, а также вен верхних и нижних конечностей. До этого ни на плав поликлинике, ни во время зимних экспедиций такие исследования не проводились. В Покачах завершили ремонт первой городской пятиэтажки. С нее когда-то началась не только улица Таежная, но и капитальное строительство в будущем городе. Сейчас этот многоквартирник полностью обновили. За несколько лет здесь поочередно заменили системы тепло- и водоснабжения, утеплили межпанельные швы. А в этом году за счет средств окружного фонда обновили и крышу. Это исключит протечки кровли. Кроме того, в квартирах на пятом этаже станет намного теплее, отмечают подрядчики. Впрочем, независимо от морозов на улице, хорошую погоду обещают во всем доме. Масштабные работы провели и в подвальном помещении. Полностью замена ковра наплавляемого, то есть в два слоя сделали ковер из техноэласта. Вот, ремонт веншахт полностью оштукатурены по сетке. И зашиты профлистовым ограждением. Сделано новое на кровле согласно новых строительных норм. Что еще на чердаке? Выполнено утепление веншахт, фановых стояков, заменены водосточные воронки. Первый раз применен жидкий теплоизолирующий материал на поверхности панели перекрытия. То есть наносился он в шесть слоев. Вот, посмотрим. Будем надеяться, не то, что будем, а мы уверены, что людям должно быть тепло первым этажом. Югорчане напишут стихи о своей родине. Жители региона призывают поддержать акцию «Слово России». Поэтический флэшмоб запустило сообщество конкурса «Большая перемена». Школьникам, их родителям и педагогам предлагается сочинить стихотворение о России, ее героях и о том, как цвета триколора находят отражение в символике городов и регионов. А затем записать видеоролик с авторской работой и опубликовать его в своих соцсетях с хэштегами «День флага», «Белый, синий, красный», «Большая перемена». Яндекс.Лицей набирает школьников Югры. Ученики 8-9 классов могут бесплатно обучиться программированию. Набор стартует 30 августа и продлится до 10 сентября. Для поступления нужно зарегистрироваться на сайте проекта яндекс.лицеем.ру, заполнить анкету и пройти онлайн-тест. Те, кто справится с ним, получат приглашение на дистанционное собеседование с преподавателем. Отмечу в этом учебном году. Яндекс.Лицей проводит набор групп на пяти площадках в Ханты-Мансийске, Белоярском, Сургуте, Лангипасе и Нижневартовске. Югорчане с ограничениями по здоровью могут принять участие в окружном фестивале «Я сердцем вижу мир». Участникам предлагают продемонстрировать свои вокальные или хореографические данные, сыграть на музыкальных инструментах, либо показать свой талант в декоративно-прикладном творчестве и изобразительном искусстве. Заявиться могут югорчане от 6 лет и старше, причем как сольно, так и коллективно, до 12 ноября. Работы победителей войдут в онлайн-выставку, посвященную Дню образования Югры. В Нефтьюганском районе появится музей археологического эксперимента. Его планируют открыть на месте завершившихся раскопок у самого глубокого озера в Югре – Цирковый Сор. Историческому комплексу даже придумали название – Священная кедровая роща. Проект музея утвердили в районе и защитили на уровне округа. Теперь он включен в карту развития Югры до 2026 года. Священная кедровая роща станет необычным музеем археологических артефактов, а местом, где каждый посетитель сможет побывать в прошлом – слепить глиняный горшок, взять в руки каменный топор или построить древнее жилище. Кроме экспозиций, посвященных археологии и истории Югры, в музейный комплекс войдет этнографический проект с хантыйскими юртами и своим рестораном национальной кухни. Также здесь будут располагаться экологические тропы, мини-зоопарк и всесезонная лыжная трасса. Рассыпчатая каша, турнир мечников и джига. В Лангепасе провели фестиваль исторической реконструкции «Таежная застава». Правда, увы, без зрителей, только одни участники из 26 регионов России. Здесь они устроили мастер-классы и турниры, причем самые разные. От стрельбы с улиц и фехтования до покраски тканей кузнечного дела. Все костюмы реконструкторов, их оружие и предметы быта сделаны вручную по технологиям прошлых веков. К примеру, для изготовления одежды взяты только натуральные материалы – шелк и лен. Обувь из кожи без каблука удобно садиться по ноге. Каждая «Таежная застава» посвящена определенному историческому периоду. Нынешний фестиваль отразил реалии 9-10 веков. Это кольцо на эпоху, то есть сделана реплика на кольцо, которое было найдено, по-моему, в Новгороде, в реальном захоронении. То есть было найдено, было помещено в музей. У нас реконструкторы, ребята посмотрели, материал нашли, сделали вот именно копию этого кольца.